Каждый новый рабочий день Дмитрия Михлюка начинается за компьютером с мониторинга пожарной обстановки. Глаза и уши лесничьего камера, установленная на высоте 30 метров. Специалист внимательно осматривается в экран, нет ли там чего или кого подозрительного. И признается, никакие технологии не способны заменить человека. Отправляемся в рейд. Работники лесхоза не только сохраняют, но и приумножают лесное богатство. Восстанавливают угодья, проводят рубки деревьев, ухаживают за растениями. Однако порой работа сводится к нулю. То природа постарается, то человек наследит. Раньше, конечно, процветало браконьерство лесное. То есть были самовольные порубки и пожары были, конечно, намного больше. Тушили пожары, были серьезные пожары. В последние годы уже это все сошло практически к нулю, потому что ведется лесхозом активная работа по поганде лесных пожаров. То есть и совсем другие средства уже с браконьерством есть. И если огня в лесу стало меньше, то число любителей нажиться зелеными дарами не уменьшается. Как-то остановили подозрительную машину, рассказывают лесничи. В багажнике непромаркированная сосна, документов на дерево тоже нет. Чтобы доказать виновность, специалисты отправились в лес в поисках следов вырубки. Эти браконьеры просто поняли, что им грозит уже большая ответственность. И сами же приехали на это место, чтобы срезать спни и убрать вещественные доказательства. И вот таким образом их споймали. И потом, когда уже во дворе была, ну, эта машина здесь стояла с лесом, они уже поняли, что от ответственности не отвертеться. И на нервах даже этот вот один браконьер завел бензопилу и кидался с бензопилой. Ну, все обошлось. Ну, все-таки рвалось и все. Браконьеры получили наказание? Конечно, они получили заслуженное наказание. Им дали, ну, тогда грозил просто большой штраф, им дали огромный штраф. Они его заплатили и... Этого история закончилась? Ну, да. На страже порядка в лесах, квадрокоптеры и пожарно-наблюдательные вышки оборудованы системой видеонаблюдения. Пешие проверки по зеленым тропам, к слову, никто не отменял. За день лесник преодолевает более 20 километров. При обходе самое главное – звук и обоняние. Специалисты обращают внимание на такие мелочи, как звук, работающий без запилы и запах дыма. На тех кадрах видно, как самые умные бобручане решили остаться незамеченными и выбросить мусор прямо в лесу. Однако хулиганов тут же нашли. Дело передали в милицию. Теперь нерадимым жителям грозит штраф. В то же время специалисты напоминают – за незаконную рубку деревьев, разведение костров и несоблюдение правил пожарной безопасности тоже придется поплатиться рублем. Размер штрафов варьирует от совершенного правонарушения. То есть, например, если за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от предупреждения до 25 базовых величин, то за незаконную рубку он на физическое лицо составляет от 5 до 50 базовых величин. Ну и при незаконной рубке еще дополнительно нарушителю приходится возмещать причиненный вред окружающей среде. А он уже зависит от срезанных деревьев, от количества и их диаметра. Беларусь входит в число самых зеленых стран Европы и Центральной Азии. Лес – почти 40% территории. Это более 9 миллионов гектаров. Министерство лесного хозяйства на всем постсоветском пространстве осталось лишь в нашей стране. Поэтому профессия лесника по-прежнему престижна и востребована. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин